Многим, кто пришел в этот день в городской парк, наверняка казалось, что двоится в глазах. Повсюду ходили похожие друг на друга малыши и взрослые. И это вовсе не оптическая иллюзия. Просто в парке состоялся первый городской слет двойняшек. На самом деле интересно посмотреть, сколько в городе двойняшек. Я прям довольна, потому что я даже не думала, что такое могут организовать. Очень интересно, очень, конечно, интересно и неожиданно. Взгляды ловим, люди улыбаются. Однополые и разнополые, похожие и непохожие, маленькие и большие. Они говорят, как две капли воды. Для окружающих двойня загадка природы, но для родителей малыши в квадрате уникальны просто тем, что они родные долгожданные дети. Похожие, но для нас они разные. Между собой, конечно, двое совершенно разных. А как начали отличать, с какого дня? С первого. Мне повезло вдвойне. У меня сразу и сын, и дочка. Как оказалось, в городе немало близняшек и двойняшек. Одни дружат с пеленок, другие обзавелись похожими друзьями благодаря такой встрече. А у кого-то сестра или брат – самые закадычные друзья, на общую биографию которых найдется немало совместных розыгрышей. Будущий муж у меня часто путал. Дверь откроет, спросит. Лена дома? Я говорю, нет, не дома. Дверь закрываю, и он уходит. Даже мама с папой путали нас. А дети мои не путали, и внуки не путают нас, самое главное. Свою дружбу родители двоин скрепили посадкой аллеи двойняшек и близняшек. Каждому деревцу присвоили имена. Первый слет двойняшек обернулся большой семейной прогулкой. Но на следующий год организаторы планируют устроить настоящий праздник и продолжить аллею двойняшек. И, конечно, ждут новых участников.